Так, размякла ли моя кисточка? Посмотрим. Вот какую-то подобрала совсем грязную штучку. Она ли это, я не знаю, или там. Какая из них была? Чего-то я не помню. Какая из них была? Столько стей, что даже не все упомнишь. Где, чё, чё, когда, как. Так, попробую. Я просто попробую. Так. Желтинки добавлю. Просто примакиванием. Просто вот так примакиванием. Как я тут раз и говорила. Примакиванием. Ещё в садике учили нас, помню. Примакиванием работать. Вот как ветки идут. Короче, не мудрим. Рисуем, как в детском саду. Ну, сейчас в детских садах уже этому не учат. У нас сейчас, как в детских садах, на принтере распечатали картинки. Дети готовые вырезали, чё, раскрасили, и всё творчество. Чё, я не знаю, как сейчас. Никто не заморачивается. Все хотят быстрее домой и сериал смотреть. Ну, может, в каких-то там элитных детсадах, там, чё-то ещё. Или в школах там мудрят. А тут, в Германии-то вообще... На всём готовым. Дети стресс вообще не могут терпеть. Ой! У него там что-то не получается. Там катастрофа. За всё надо хвалить. Язык отсохнет хвалить. Я работала в школе тут, в Германии. Ну, так. Помощникам. Чисто так, помогать там. Мы же-то доступа не имеем профессионально. Только так. Как социальные работники, можно что-то помогать. Ну, систему я видела это не понаслышке, а снутри. Всё, на готовых стандартах, на шаблонах. Все дети экранотыки. Всем всё пофиг. Ой! Не знаю. Ну, компьютеры так хорошо. Для меня это вообще отлично. Вот так с вами могу общаться, да? Для меня это рабочий инструмент. Ну, кто тупо вот так сидит просто? Не знаю. Не знаю. Для кого-то оно в пользу, для кого-то во вред. Однозначного ответа нет. У меня дочка творческая выросла. Хотя в школе она абсолютно не интересовалась ничем. А сейчас парикмахер-стилист, художник. Она этот делает фейс-пейнтинг. Фейс-пейнтинг. Участвует в всяких этих фестивалях, где маски делают на лицах, рисуют. Там не только на лицах, они ещё такие объёмные маски. О, сколько фотографий у неё. Творческая личность. Разносторонняя. Ещё разностороннее, чем я даже. То есть, превзошла. Ну, так, в принципе, и должно быть. Дети должны превзойти своих родителей-то. Я тоже на лицах могу красиво. Кстати, записывайтесь в одноклассниках. Ко мне, друзья. Я там сделаю альбом. Так и назову его. Фейс-пейнтинг. Уж сколько я этих лиц перерисовала. Рисовала детских. Ну, это тяжёлая, это тяжёлая работа. Несколько раз я поучаствовала. Это тяжело. Ни в туалет сходи. Ничего. Вся очередь стоит. Они на тебя никак на человека-то не смотрят. А если ты, не дай бог, там, ой, сказал, что ты устал, пошёл. Там истерика. Я сказала, провались. Он в Ютьюбе. В Ютьюбе выложила видео. И до свидания. Не надо мне никаких денег. Тяжёлая работа, да? Или там надо как-то организовать по-другому. Я не знаю. Ничего хорошего. Романтики никакой. У меня даже была мысля уехать в Горьковскую область на фабрику Хохломскую попроситься там получиться. Я аж много забыла. Как посмотрела их зарплаты. А то, вы знаете, я лучше здесь в гостинице буду комнату убирать. Как говорится, фитнес. Ужас. Ужас. Ни о чём. Я не знаю это. Работу на дом берут. Какие-то колыны. Но не зарабатывают ничего там. Что-то около 17-15 тысяч они там зарабатывают. Ой, ужас, ужас. Мы ещё и при Советском Союзе мало зарабатывали, конечно. А это вообще. А цены я посмотрела там, это, Семёнов. Город Семёнов, да, где вот эта вот Хохломская фабрика. Цены бешеные тоже на все. О-о-о-о. Жизни не рад будешь, что ты художник. Опа, ёлка на дороге у речки у меня что-то получилось. Надо речку-то сдвигать. О, как получилось. Вы не удивляйте, что я тут залезла зелёным. Тут тоже, на оригинальной картинке, тут какая-то зелень тоже по берегам. Оно же как в живописи. Тут оно всё тут дружит между собой. Ну, в принципе, и логично. Зелёный должен повторяться. Правильно. Если ёлки зелёные, значит, где-то должно повторяться. Всё правильно. Оно гармонично вот так идёт. Да, всё правильно. Где-то же зелёный тоже повторится. Ну, а в принципе, почему нет? Если тут немножко оттаяло, оно так уже ближе к весне, то да, оно ил, грязь, оно всё равно имеет зеленоватый оттенок. Всё правильно. Всё правильно. А это уже ближе к весне идёт такой. Так, вот накидала. Тут уже что-то сейчас натыкипит бесполезно. Оно сейчас, как всегда, должно схватиться. Вот тут у меня даже чёрного не хватает. Вот тут в гущине более тёмный оттенок. У меня вот тут в гущине чёрного не хватает. Надо накидать. Пусть будет чёрный. Я не знаю, он даже какой-то не чёрный тут. Где-то надо чёрный найти. Без чёрного катастрофы. Или купить, пойти. Завтра же поеду в художественный салон. Куплю большой тюбик чёрной краски. Потому что у меня пейзажи будут много. Натюрморты. Везде нужна чёрная краска. Везде. Так, вот накидала. Хайну схватывается. Так, вот тут вот. Вот тут ручей пробивается. Он тоже чёрный. Грязный такой. Отталенный. Да. Откуда-то там. Откуда-то там идёт. Извилистой тропой. Ага, тут кусты будут. Тут что-то такое тоже затемнение. Я что-то не поняла. Так, это сюда надо. Что-то вот так. Тут. Какое-то затемнение тут. А то как-то тут пустовато. Может, тут какая-то тень. Ага, наверное, тень какая-то. Вот такие дела. Так. Там у нас, по-моему, какая-то тоже. Хвойник. Вдали. Да, это ёлки. Ёлки проглядывают. Там какой-то хвойник тоже. Ага. Тут какие-то тоже вдали там ёлочки. Так что ёлки там где-то. Где-то там скелеты ёлок тоже проглядывают. Такой молодой ельник. Какой-то берёзово-еловый какой-то лес. Ну, почему нет? Почему нет смешанные леса? Я вот люблю смешанные леса больше. Я не знаю, как вы. У меня не больше. Вот, кстати, у нас тут в Переднее Померание... Ой, леса! В одном лесу можно встретить и хвойные, и кого, и чего только нет. Грибов. В этом году куча грибов. Позапрошлом была куча грибов. Но я ж не знала, дурында, что здесь много змей. Потом только узнала, когда уже сто раз в лесу было. Теперь буду бояться. Змеи. Ну, я ни одной не видела. Клещей, да, цепляли. А змей нет. Так, мои хорошие, пусть оно всё опять просохнет. Я вас за своей болтовней умотала. Ну, принцип понятен. Всегда делать двухчасовые, трёхчасовые паузы. Можно и больше. Но нет времени, мало ли что. Там можно вообще оставить. Потом всё освежить маслом чуть-чуть там и всё. И дальше писать. Ничего страшного. Ничего не бойтесь. До следующих встреч. Пока. В четвёртом видео или в третьем. Не знаю, в каком-то. Сочи бок始ал меня. Всё. Всё.